Новости на телеканале Сампо ТВ 360. В студии Юлия Пучеренко. Здравствуйте. И вот главные темы этого выпуска. Самая главная задача, мы должны перерабатывать все отходы и получать продукты народного потребления. Министр Алексей Щепин познакомился с работой биологической станции в финском городе Ките. Претензии возникали вот именно по этой дворовой территории в части того, что управляющая компания не все виды работ согласовывала изначально. К финалу близится благоустройство 35 петрозаводских дворов. Первый раз на моей практике, когда город предоставляет тебе скидки как туристу. В столице Карелии появилась карта гостя Петрозаводска. Строительство первого промышленного парка в районе Пряжинского шоссе в Петрозаводске идет по графику. Сегодня ход работ проверили заместитель премьер-министра правительства республики Оксана Чебунина, представители Минстроя и Управления капитального строительства. Подрядная организация установила на промплощадке железопетонные фундаменты и заканчивает работы по монтажу подстанций. Продолжается устройство газовых и электрических сетей, водопровода и канализации. Стоимость контракта 432 млн. рублей. Работы по инфраструктурному обеспечению должны быть завершены в декабре этого года. Напомним, строительство промпарка ведется в рамках федеральной целевой программы, после выполнения которой в республике должен улучшиться инвестиционный и предпринимательский климат. В Карелии идет работа над новой системой обращения с отходами. Глава республики Артур Парфенчиков намерен детально рассмотреть предложения финских инвесторов по использованию в переработке мусора технологии так называемых энергетических капсул. Министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин посетил финский город Ките, чтобы познакомиться с работой биологической станции, где применяется эта технология. Здесь перерабатывают в год от 20 до 22 тысяч тонн различных отходов, в результате чего вырабатываются газ и биогрунт. Репортаж Светланы Воробьевой. В окрестностях финского приграничного города Ките находится вот эта биогазовая станция. Она располагается на площади 3 гектара. Здесь принимают органические отходы. Они уже отсортированы. Это остатки пищи. В них нет стекла, пластика, железа, того, что жители Финляндии сдают отдельно. Далее идёт сепарация. Из общей биомассы извлекаются мелкие частицы, которые могли в неё попасть, полиэтиленовые пакеты, камни. Следующий этап – масса идёт в биологический реактор. Данный реактор представляет из себя сосуд, в котором находятся жидкие органические отходы, доведённые до определённой консистенции, которые под действием жизнедеятельности бактерий выделяет биогаз, который состоит из метана и углекислого газа. Конечным продуктом данного реактора является получение биогаза, а также в дальнейшем из отходов реакции получаются удобрения и искусственный грунт. Весь процесс длится около месяц. Полученный газ используется для производства электро- и тепловой энергии, а биогрунт – для благоустройства территорий, на лесопосадках и при рекультивации земель. Такая технология считается экологичной. В Карелии ею заинтересовались экологическая безопасность – один из главных приоритетов мусорной реформы в республике. По поручению главы Карелии биостанцию в Ките посетил министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин. Ядекс, со своей стороны, удовлетворён сегодняшней поездкой. Мы получили ответы на все вопросы. То есть та картинка, которая, та экономика, которая должна сложиться в результате подбора всех технологий, она, этот пазл потихонечку складывается, и в конечном итоге мы будем готовы выставить, так сказать, техническое задание. Что мы хотим в республике сделать, чтобы это было, во-первых, получались экологические продукты, чтобы сохранить нашу экологию, ну и самая главная задача – мы должны перерабатывать все отходы и получать с нее продукты народного потребления. Республиканские власти подчеркивают, пока идёт изучение вопроса. Важно, чтобы предложенную инвесторам технологию обращения с органическими отходами поддержали и местные экологи. Компания «Северная столица» – технологический партнёр проекта. Она может стать исполнителем проекта с использованием энергетических капсул в Карелии. Её представитель Дмитрий Цибульский называет решение, предлагаемое инвесторами наиболее экологически оправданным на сегодня. В процессе реализации нашей технологии нет температурного воздействия. Температура в реакторах 55-60 градусов. То есть это анаэробное термофильное брожение, и исключены любые токсические выбросы. То есть не может быть диоксинов, не может быть фуранов, не может быть каких бы то ни было токсических канцероэнных газов. На сегодня биогазовая станция в Ките – это уже станция старого поколения. Сейчас компания строит подобную, но более современную на севере Финляндии. Такой же проект предлагают реализовать и в Карелии. Правительство Карелии планирует подписать в ближайшее время инвестиционное соглашение с компанией «Калипсо». Она специализируется на раздельном сборе и сортировке мусора. В планах у предпринимателей установить тысячу контейнеров в Петрозаводске и столько же в районах Карелии. Как выглядит сортировочный комплекс, который поможет в борьбе с мусором, узнал Эдуард Тур. Звон стекла и треск пластика. Так изнутри выглядит сортировочный комплекс, который помогает обрести вторую жизнь нашему мусору. В день сюда поступает около трех тонн сырья. Здесь его разделяют по фракциям. После картон прессуют, а пластик и стекло дробят. То, что получилось на выходе, отправляют в Санкт-Петербург, где из стор сырья изготавливают банки, бутылки и бумагу. Сейчас у компании «Калипсо» много планов. Возможно, в скором времени здесь могут принимать пенопласт, автомобильные покрышки и несколько видов упаковки. Это «Тетропак» и «Пюрпак». По нашим подсчетам, реальной статистики, тысяча тонн упаковки в год в Карелии выбрасывается на свалку. Мы проникли с этой проблемой, нашли оборудование. Сейчас ведем переговоры, надеемся, что к осени у нас это будет. Однако одна из главных новостей – обещание установить по всей Карелии 2000 баков для раздельного сбора мусора. А половина из них может появиться в Петрозаводске уже в этом году. Изготавливать их в компании решили самостоятельно. Ожидается, что контейнеры станут компактнее своих предшественников и вместят в себя сразу три вида отходов – макулатуру, упаковку и стекло. Естественно, раздельно. Все рядом, все вместе и компактно. И довольно-таки объемно, чтобы можно было вывозить в более выгодных условиях, чем раньше. Пока не все люди понимают, что подразумевает под собой раздельный сбор. Ведь неизвестно, как иначе объяснить то, что в баки для картона попадает, например, строительный мусор. Сквозь относительно небольшие отверстия люди умудряются запихать натяжные потолки, старые шкафы и даже матрасы. Эти предметы компании приходится отвозить на полигон за свои средства. Но с каждым днем таких случаев становится все меньше, а желающих сортировать все больше. В Калипсе отмечают, что после подписания инвестсоглашения работы заметно прибавится. Будущим сортировочный комплекс сможет сократить объем поступающего на полигоны мусора на 10%. Главное, чтобы раздельный сбор поддержали сами жители Карелии. Эдуард Тур, Борис Касьянов, САМПО ТВ 360. Министерство природы Карелии выявило незаконные рубки в Лахденпохском районе на территории Элисенваарского и Куркиёкского участковых лесничеств. Ущерб экономики нанес ориентатор лесного участка ЗАО «Норд Интерхаус», сообщают в Минприроды Республики. Объем незаконно заготовленной древесины составил 48 кубометров. Сумма ущерба 1 млн 145 тыс. рублей. В настоящее время материалы по данным лесонарушениям направлены в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений. В Большие горы приедет автолавка. На остров Кижи организаторы китайской чайной церемонии, а в песках соберутся эко-бегуны. Некоторые новости Петрозаводской Карелии коротко. В Калевале установят таблички с названием улиц на русском и карельском языках. В рамках проекта «Нас объединяет ЭПОС» изготовлено 20 таких указателей. Жители деревни Большие горы в Волонецком районе добились открытия автолавки. Договор с магазином и администрацией поселения будет подписан 22 июля. Петрозаводчан приглашают поучаствовать в экологическом забеге. Турнир по скоростному сбору мусора во время бега трусцой по логингу пройдет 27 июля в Песках. В Петрозаводске продолжается благоустройство парка железнодорожников между улицей Шотмана и Первомайским проспектом. Сейчас строители готовят место под детскую площадку и обновляют пешеходную инфраструктуру. В спортивной школе номер 2 Петрозаводска идет запись детей на вторую и третью смены в спортивно-оздоровительном лагере «Старт». Летом в Кончизиро отдохнут 450 детей из Петрозаводска и других городов республики. 18 и 19 июля гостей музея-заповедника Кижи ждет китайская чайная церемония. А 20 июля участниками чайного фестиваля смогут стать жители Петрозаводска. 35 петрозаводских дворов этим летом благоустраивают по программе «Комфортная городская среда». Работы близятся к финалу. Их выполнение проинспектировала глава Петрозаводска. Территория у домов номер 4 и 6 по улице Пирогова не приводили в порядок 60 лет с момента постройки зданий. Сейчас здесь новый асфальт, обустроены парковочные места, установлены новые бортовые камни, оборудована пешеходная дорожка, восстановлены газоны, смонтирована игровая площадка. Мы общались с жильцами. Претензии возникали вот именно по этой дворовой территории в части того, что управляющая компания не все виды работ согласовывала изначально с собственниками. Но потом самой же управляющей компанией пришлось это все корректировать уже на стадии выполнения работ. И все равно сделать так, как нужно собственникам. Жильцы отметили, что федеральную программу благоустройства дворов хорошо бы скорректировать, чтобы доля софинансирования в домах с разным количеством квартир отличалась. И тогда жильцы домов с небольшим количеством квартир не отказывались бы от участия в программе. Добавим, что за два предыдущих года участия в программе уже отремонтированы 100 дворов. Не только интересно провести время, но и сэкономить. В столице Карелии теперь доступна карта гостя Петрозаводска. Кто может воспользоваться и как действует программа лояльности. Подробнее Марат Дожедаев. В Петрозаводске с 8 июля муниципальное предприятие Агентства городского развития начало выдавать карту гостя Петрозаводска. Получить ее могут как иностранные туристы, так и путешественники из России. К сожалению, на жителей Карелии данная карта не распространяется. Основная задача – это привлечь туристов в город Петрозаводск, сделать их пребывание максимально комфортным, удобным. И эта карта не только является навигацией, рассказ о тех объектах и местах отдыха, которые можно в городе посетить, но и также дает она реальную экономию кошельку туристов. Карта лояльности выдается бесплатно. Желающему надо будет заполнить анкету туриста. Действует карточка 5 дней. Но если желание побыть в Петрозаводске оказывается сильнее, чем желание отправиться домой, ее всегда можно продлить. Первый раз на моей практике, когда город предоставляет тебе скидки, как туристу, для того, чтобы воспользоваться какими-то услугами со значительными скидками. Я думаю, что это очень интересное начинание, и что это будет достаточно интересно в плане привлечения туристов в Карелию, ну и в Петрозаводск непосредственно. Карту можно получить не только в информационно-туристических центрах, но и в заведениях, которые являются партнерами. Сделано это для того, чтобы турист, который приехал ночью, не ждал следующего дня для оформления, а воспользовался услугами сразу. Марат Дожедаев, Александр Борисов, САМПТВ, 360. Новости на сегодня все. Я, Юлия Кучеренко, и мои коллеги. Говорим вам до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова